Война вынудила ее бежать из своей страны в соседнюю, где она нашла не только пристанище, но и работу. С некоторых пор на нашем телеканале новая ведущая русского выпуска новостей и моя коллега Ирина Стребко. Родом из Одессы, где тоже трудилась журналистом, проработав в различных проектах. Выбор пал на Молдову, потому что, как поведала нам Ирина, ее мама родом отсюда, да и родственников здесь тоже немало. Несмотря на горечь, которую с собой принесла война в ее родной стране, Ирина верит, что все обязательно закончится. Пока же остается надеяться на лучшее. Приветствую всех. Вы смотрите новости ТВ8 о главных событиях этого дня. Сегодня расскажу я, Ирина Стребко. Оставайтесь с нами. Как рассказывает Ирина, уехать из Украины она решилась по просьбе подруги, тоже журналистки. Правда, на родине остались близкие мама, сестра, да и множество друзей. Но ей самой оставаться в Одессе было боязно. Думаю, так судьба распорядилась, чтобы я оказалась сейчас здесь. Признаюсь честно, я никогда не планировала уезжать из своей страны, но мы все знаем, что произошло. Величайшее несчастье, которое могло случиться в моей стране, это война. Долго сидеть без работы, признается Ирина, она не могла. Стараясь хоть как-то отвлечься от тяготеющих ее мыслей, она решила что-то себе подыскать. Первая мысль – телевидение, где она чувствует себя, как рыба в воде. И сразу везение. Ирина попала на ТВ-8 и сразу же получила одобрение руководства на дальнейшую здесь деятельность. А рассмотреть канал в качестве потенциального места работы посоветовали знакомые. Именно здесь, говорит Ирина, она нашла то, что искала. Когда я приехала в Кишинев, то попросила коллег посоветовать мне телеканал с проевропейским видением, который поддерживает мою страну, на котором говорят, что в Украине идет война, а не что-то другое. Мне сразу сказали ТВ-8. Тогда я заострила свое внимание на нем, поговорила с руководством и решила, что остаюсь здесь работать. Почти месяц Ирина работает в новостной редакции ТВ-8 и уже неделю ведет новости. Коллектив очень профессиональный, все хорошо подготовлено и с технической точки зрения. Огромная благодарность моим коллегам из русской редакции новостей Яне Степаненко и Юлия Будеч. Они очень мне помогли внедриться в работу. Но и накопленный за годы работы на родине опыт тоже во многом помог подбиться под новые реалии. Впрочем, говорит Ирина, ее никогда не пугали трудности. Главное – это нацелиться на получение конечного результата, чтобы добиться успеха. Сейчас для нее важно приносить пользу обществу. Я хочу быть полезной, не хочу чувствовать себя беженкой. Хочу быть человеком, который приносит пользу стране, в которой он находится. Смотрите новости с Ириной Стребко по будням в 22.00.